Девушки отдыхают Которые тебе в этом помогут Игрушка-антистресс в форме алых губ Проверим, сложно ли сделать спиннер необычной формы и как он будет вращаться Начнем с шаблона Обводим его на плотном картоне Нам нужны две одинаковые детали Сделаем губы яркими Обведем шаблон на красной бумаге Подготовим две детали Еще нам понадобится четыре картонных кружочка Прокалываем их в середине Склеиваем по два Сглаживаем края пилкой для ногтей Или тонкой наждачкой Кладем кружочек по центру губ И прокалываем отверстие Приклеиваем по краям две монетки Утяжеленный спиннер будет лучше крутиться Сверху фиксируем вторую картонную деталь Теперь можно крепить яркую внешнюю часть И с другой стороны Сглаживаем края Прокалываем центральное отверстие Добавим глянца с помощью интересной техники Эмбосинга Наносим особое клеевое покрытие Для этого прижимаем картон к специальной подушечке Засыпаем прозрачной пудрой В сухом виде она белого цвета Стряхиваем лишнее Нагреваем феном для эмбосинга И волшебство начинается! Обычный мощный фен также подойдет Но с его помощью запаивать деталь нужно будет дольше Под воздействием температуры пудра плавится Покрывая губки тонким слоем прозрачной глазури Это покрытие не боится влаги Картон получается как заламинированный И становится похож на тонкий пластик Чтобы сделать глазурь прочнее Нанесем второй слой в том же порядке Удивительно красивая техника Расширяем отверстие большим гвоздем Центральный подшипник сделаем из картонных кружочков и зубочистки Надеваем с обеих сторон Крутится отлично Фиксируем канцелярским клеем Отрезаем лишнее Зачистим срез пилочкой для ногтей Подчеркнем контур губ Обмакиваем края спиннера в специальный клей Посыпаем золотыми блестками Отряхиваем Нагреваем Закрасим края подшипника черным маркером Закрываем черным кружком Также с другой стороны Подшипник тоже покроем глянцем Добавим золотого сияния Пробуем запустить Здорово! Такая яркая игрушка-антистресс Поможет занять руки И сконцентрировать внимание И она будет только у тебя А еще мы попробовали новую интересную технику Выглядит ярко, но и обычный плотный картон Подойдет для этой идеи Можно не запаивать детали Добившись глянцевой поверхности При помощи бумаги и краски В этом мастер-классе мы усваляем из шерсти любимых анимационных персонажей Hello Kitty И ее подружку Зайку My Melody Для Kitty нам понадобится бежевая, голубая, белая и черная шерсть Поролоновая губка Иглы для валяния номер 38 и номер 40 Отрываем немного бежевой шерсти Сминаем и скатываем, чтобы придать округлую форму Сделаем головку котенка Начинаем валять более толстой иглой Номер 38 Для мелких деталей будем использовать иглу Потоньше, номер 40 Благодаря зазубринам На игле шерсть постепенно сбивается Образуя плотный комок При необходимости можете добавлять шерсть Для большей плотности Или чтобы выровнять поверхность Постепенно сваливаем плоскую и округлую форму головы Обратите внимание Нижняя часть должна быть немножко шире, а верхняя уже Придаем голове легкую угловатость Далее сформируем туловище Сваляем небольшой комочек яйцеобразной формы По размеру приблизительно в два раза меньше, чем голова Соединяем обе части иглой для валения Затем скручиваем небольшое количество шерсти Сделаем китти ручки Постепенно уплотняем, переворачиваем и уваливаем до тех пор, пока не достигнем нужной плотности Формы и размера По такому же принципу делаем вторую ручку Приваливаем к верхней части туловища Добавим немного шерсти поверх стыка Аккуратно приваливаем, выравнивая поверхность Также крепим вторую ручку Придаем им небольшой изгиб Для ножек возьмем больше шерсти Сваливаем до нужного размера Делаем плоскую подошву, чтобы получилась округлая и выступающая ступня Уплотняем место ее изгиба Делаем вторую аналогично Будем крепить ножки по бокам нижней части туловища Сделаем китти сидящей Линию стыка скроем, добавив немного шерсти Теперь сформируем два одинаковых комочка для ушек Крепим их сверху симметрично Сглаживаем место крепления Из маленького кусочка черной шерсти делаем глазик Такой же второй Добавим усики по бокам Приваливаем по три полосочки на каждую сторону Сделаем носик из бежевой шерсти Оденем китти в комбинезон Приваливаем голубую шерсть, формируя контур одежды Сделаем на комбинезоне белые пуговки Голубой бантик сваливаем отдельно на поролоне Формируем небольшой прямоугольник Затем разделяем его посередине Если бант слишком маленький, добавляем шерсти по краям Сделаем выпуклую серединку Крепим наш бантик возле левого ушка Вот такая забавная Хеллоу Китти Мягкая и узнаваемая Теперь сделаем ее подружку Зайку Май Мелоди Так же, как и для Китти Сваляем заготовку для головы Уплотняем, постепенно добавляя шерсть Голова должна быть округлой И слегка приплюснутой Сделаем точно такое же яйцеобразное туловище Как у первой фигурки Соединяем обе части Добавляем шерсти, чтобы соединение было плавным Красной шерстью обваливаем голову Оставив только округлую часть спереди для личика Тщательно уваливаем красную шерсть К шапочке добавляем воротничок Разделив посередине, обернем его вокруг шеи Теперь сделаем ушки Придаем необходимую форму Начинаем сваливать на поролоне Загибаем один конец Придавая ушку закругленную форму Постепенно уваливаем до нужного размера и формы Делаем два одинаковых ушка У основания оставляем несваленную шерсть Чтобы было легче прикрепить их к шапочке Приваливаем сверху Ушко должно стоять вертикально Второе приваливаем рядом Хорошо уплотняем нижнюю часть Сваливаем маленькую округлую заготовку Для белого цветочка Формируем лепестки По округу уваливаем точечно К центру нашей заготовки Получаем такой лепесточек Формируем пять лепестков Хорошо уплотняем Приваливаем к ушку Добавим бежевую серединку Сделаем глазки и носик Как у Китти Получилась чудная фигурка Зайки Мэй Мелоди Подружки-кошечки Хэллоу Китти Пора взять себя в руки И срочно прийти в форму Но только обычные подушки Здесь вряд ли помогут Красотка уже готова впасть в депрессию Как появляется подруга С интересным шариком в руках Это стресс-бол И он точно поднимает настроение В большую емкость наливаем Силикатный канцелярский клей И выжимаем много пены для бритья Перемешиваем Добавляем акриловую краску И жидкое средство для стирки Пирсил Колор Гель Тщательно вымешиваем До консистенции лизуна И добавляем глиттер Большую пластиковую бутыль Разрезаем И делаем воронку На горлышко воронки Натягиваем большой воздушный шарик И наполняем его лизуном Завязываем шарик Красотке очень нравится шарик На ощупь он как загадочная масса Она сразу придумала, что с ним можно делать Использовать стресс-бол для физических упражнений Качать с ним пресс И поднимать вместо гантелей Так стресс-бол превратился в фитнес-бол Ведь занятия спортом тоже успокаивают нервы Сегодня мы сделаем своими руками Милого дракончика Беззубика Из знаменитого мультфильма Берем поролон Синтепон Треугольную иглу для валяния Номер 25 Распушим руками Небольшой кусочек синтепона Формируем вытянутый конус Это будет туловище дракона Валяем туловище на поролоне Добавляем синтепон Чтобы получить нужную форму Когда деталь станет достаточно плотной Берем более тонкую иголку Номер 40 Покрываем основу черной шерстью И приваливаем тонкой иглой Туловище готово Остальные детали валяем из черной шерсти Делаем 4 лапки Чтобы лапки получились одинаковыми Делим комок шерсти на две равные части Из первой части формируем колбаску И валяем тонкой иглой Делаем утолщение внизу лапки Приваливаем небольшой комочек шерсти Остальные лапки делаем аналогично Теперь сделаем голову Формируем из шерсти Приплюснутый шарик Валяем тонкой иглой Из комочка шерсти Приваливаем лоб Толстенький цилиндр Это шея Соединяем ее с головой Приваливаем по кругу Тонкой иголкой Аналогично приваливаем туловище Можно добавить немного шерсти Чтобы переход был плавным Приваливаем лапки Делаем три пары рожек Одну побольше и две поменьше Основная часть готова Добавим детали Восемь коготков и два глаза Формируем на кусочки картона Из горячего клея Даем клею застыть Из куска толстой проволоки Формируем каркас крыльев Из тонкой проволоки Отрезаем плоскогубцами Два раза по три небольших кусочка Три проволоки Скручиваем вместе с одного конца И прикручиваем к каркасу крыльев Это будут перепонки Подравниваем концы Такой же каркас Делаем на втором крыле Обмотаем толстую проволоку Каркаса черными нитками Фиксируя термоклеем Теперь приклеим каркас На черный синтетический трикотаж Вырезаем крылья Приклеиваем тонкие проволочки к ткани Подравниваем края крыльев Делаем каркас хвостовых крыльев Три тонкие проволоки Скручиваем посередине Приклеиваем на ткань Вырезаем крылья ножницами Делаем каркас Для последней пары крыльев На конце хвоста Приклеиваем к одной половине Черную ткань Ко второй Красную атласную ленту Опалим края крыльев Светлые проволочки каркаса Закрашиваем черным маркером Пришиваем крылья черными нитками И приваливаем их Небольшим кусочком шерсти Салатовым лаком для ногтей Красим овальные капельки Застывшего клея Это будут глазки Приклеиваем глазки на свои места Коготки на лапки Красим коготки черным лаком Рисуем зрачки на глазках Чтобы глаза были выразительнее Приваливаем небольшой кусочек шерсти С наружного уголка И вот наш дракон Ночная фурия К полету готов Он станет замечательным подарком Не только ребенку, но и взрослому Моя подруга берет мой тон И пытается нанести его Но что-то пошло не так Упс, я кажется его сломала Да нет, наоборот Ты правильно его открыла Ведь там внутри кинетический песок Просеиваем стакан песка Смешиваем его со столовой ложкой крахмала Наливаем две ложки средства Для мытья посуды Хорошо перемешиваем И добавляем акриловую краску Все еще раз тщательно перемешиваем Получился приятный на ощупь Кинетический песок Из такого песка можно лепить мини пасочки Песочные замки Разминать его в руках И вообще чувствовать себя счастливой Тональный крем облегчает жизнь любой девушки А в нашем случае еще и успокаивает нервную систему А этот лизун очень напоминает какое-то инопланетное существо Выглядит необычно и делается очень просто Наливаем прозрачный канцелярский клей в емкость Мы взяли два тюбика по 50 граммов Добавляем каплю желтого красителя Тетраборат натрия И немного воды Этот рецепт работает на отлично Пару минут и у нас готов прозрачный желтый лизун Возьмем воздушные шарики разных цветов Делаем небольшие дырочки в одном шарике Он должен быть достаточно плотным Чтобы не порваться при растягивании Складываем желтый таким образом Теперь он должен поместиться в шарик с дырочками Выглядеть он будет примерно так Оба шарика одеваем на пластиковое горлышко Заталкиваем лизун внутрь Все до последнего кусочка Завязываем узелок Обрезаем лишнее Выглядит очень необычно Такой стресс-болл приятно сжимать в руках и растягивать Каждый раз он меняет форму причудливым образом Подпишись сам Подпиши друзей Нажми на колокольчик И на Трум Трум появится новое классное видео Специально для тебя